Даже на расстоянии слышен гул сотен мух, слетевшихся на пир из останков животных. В прошлом выпуске им рассказали о находке охотинспекторов. В лесной зоне обнаружили скотомогильник. Спустя сутки к месту выехали специалисты ответственных служб. Нам поступил сигнал о том, что в лесном массиве, недалеко от деревни Васильевка Альметьевского района, была утилизация несанкционированная, это биологические отходы, предположительно от мелкого рогатого скота. Мы сюда комиссионно выехали сегодня. Лесной инспектор Ильдар Казаков на своем посту трудится уже 46 лет. Повидал всякого, но и у него подобная выходка людей, выбросивших отходы таким образом, вызвала шок. На моей истории в этот случай первый раз в жизни у нас такого еще не было. На каждом лесном пункте есть скотомогильник. Можно ведь туда можно было идти, вот отходы выбросить, чтобы они в лесном массиве. Это сейчас надо как-то собрать, упаковать, опять куда-то везти, транспорт найти. И это все, когда еще вот этот запах вонь пройдет. Его работа с одной стороны приносит удовлетворение, а с другой полна проблем и переживаний за природу. Появились вот эти целлофанопакеты, пластиковые все эти бутылки. Народ все это вот приходит, скажем, за грибами, в лес отдыхать, сам приходит, потом там тоже оставляет. Я бы хотел обратиться вот к народу, к населению. Не делайте, пожалуйста, так. Ну, лес это наше здоровье, это наш воздух, это мы им дышим. Мы тут отдыхаем. А мы работаем, мы это все потом собираем. Собирать такие отходы – дело не из приятных. После фотофиксации к этому несанкционированному скотомогильнику была вызвана спецтехника. С помощью погрузчика разлагающиеся останки загрузили в КАМАЗ. Через полчаса от зловонной кучи ничего не осталось. После утилизации за работу взялся дезинфектор от Государственного ветеринарного объединения. Каждый сантиметр обработан дезинфицирующим раствором, но на этом инцидент не исчерпан. По словам инспектора Россельхознадзора, в ушах животных были найдены бирки с идентификационными номерами. Из чего сделали вывод, что останки принадлежали не баранам, а телятам. Кроме того, по этим номерам поиск виновника упрощается. Сюда выезжали сотрудники МВД. Надеемся, что в ближайшем будущем виновник найдется. Нарушение порядка утилизации и уничтожения биологических отходов влечет административную ответственность по статье 10.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Гражданам такая безалаберность может стоить от 4 до 5 тысяч рублей. Должностным лицам от 20 до 40. А юридическим лицам придется раскошелиться на 500 или 700 тысяч рублей или получить административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Расследование продолжается, и к этой теме мы еще вернемся. Катерина Машинцева, Эльнур Залятов, Новость Юго-Востока.